Привет. День, когда мы, похоже, успеваем на закат. Мы. Мы и я с вами, Лидия Николай Второй. Сегодня опять гладкая река, это класс. Есть облачко, которое иногда говорят на водолоску будет красиво. И две минуты, пока идём до моря. Подумала, о чём сегодня поговорим. Предлагаю сегодня поговорить немножко о здоровье, о ментальном здоровье. Сейчас я разверну на море и поделюсь. Ментальное здоровье, заботе о нашем мозге, о нашем мышлении. Интересно, что как-то забота о теле, она уже понятна всем, что надо там, как красиво блока отражается, да? Что надо спорт, надо правильное питание, надо пить, не надо курить. Вот это всё понятно. А что с головой, почему-то нет такого прям чёткого понимания, что в голове-то тоже разный шлак иногда хранится годами. И мы за ними не следим. А вообще, абсолютно такая же работа требуется для мышления, для нашего восприятия мира, того, что происходит. И ещё подумала там, а как это? Что это? Про что это? Вот пример такой мы иногда приводим. Допустим, ну как вообще всё же рождается? Всё же рождается из головы, всё рождается из мыслей, из идеи. Любой гаджет, вот сейчас я на GoPro снимаю, и она же тоже родилась только от того, что у кого-то когда-то в голове возникла какая-то идея. И допустим, если мы хотим, возникла у нас идея, хочу сварить борщ. Да, и мы сразу, у нас как-то, как-то подстраивается что-то всё под борщ. Мы раз подумали, что надо в магазин сходить, а может быть сначала в холодильник заглянуть. В холодильник его уже там лежит свекла, уже кто-то позаботился. Или там пришёл, я не знаю, супруг супруга с работы, почему-то решила купить там что-то. И как-то для борща уже всё каким-то образом подстраивается. Может быть, в магазине привезли какую-то там вкусную сметану прям для этого борща. И также в другом работают ключи, когда родилась мысль о том, что меня могут привидать. И сразу где-то находятся случаи, истории, как кого предали. Находится какой-то человек, который может что-то сделать не так, как хочется. И в целом от борща мало чем отличается. Поэтому следить за тем, что крутится в голове, на чём фокус нашего внимания, на то, чего мы хотим или на то, чего не хотим, это очень важно. Поэтому, когда около эзотерические темы говорят о том, что вот, есть аффирмации, есть каждое желание, есть туда-сюда. На самом деле это всего лишь про фокус внимания, куда он направлен. Он направлен на то, чего не хочу. Не хочу, чтобы меня предали, не хочу, чтобы меня обманули, чтобы меня изменяли. Или направлен на то, чего я хочу. Я хочу счастливой жизни, я хочу здоровых. Здоровую себя, здоровую семью счастливую. И вот, хочу жить на море. Поэтому ментальное здоровье тоже важно. И я приглашаю об этом не забывать. Ну что, пошли на закат. Всё. И от собаки. Вот когда две собаки, ещё норм. Ну там ещё две. А когда больше собак, то меня чуть так в Грузии не съели целая стая. Вот мы дошли. И море чуть волнуется. На самом деле уже прохладно идти в курточках. Хотя на выходных ещё купались люди. Ну, ребята, молодёжь босиком ходит, мочит ножки. Я сегодня снова взяла пенку с собой. Сейчас расстелю. И научилась таймлапс. И поставлю. И вообще, я поняла, что надо заранее приходить. Ну, поняла спустя месяц, что лучше, ну, где-то за 40 минут до заката уже быть на месте. Потому что самая красивая, когда вот солнце ещё в таком положении. Ну и ещё, конечно, когда оно уже зашло. И оно начинает окрашиваться разными красками. Дыряшку мою, вроде, не убрали её. Ну, здесь, наверное, присядем. Хороший вид. Это мужичок сидит, за которым я в тот раз шла. Ещё немножко моря пока не уселось. Люблю такие широкие волны. Это ли не сказка? И эта коряга меня, да, не отпускает никак? Что-то куда-то половина уже веточек делась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова